всем привет дорогие друзья из алании привет сегодня по моему 8 мая сегодня пятница 9 мая и в турции карантин мы сейчас идем по направлению к красной башни и набережной потому что нам нужно снять кое-какие видео да у нас есть разрешение выходить на улицу потому что мы являемся членами союза журналистов у нас есть официальное разрешение как у меня так и лайхан поэтому по редакционному заданию мы идем на набережную вот видите айхан показывает наше разрешение мы имеем право передвигаться от офиса до дома и в пределах вот этого вот района между офисом и домом сейчас порядка семи часов вечера и как вы видите ездят и машины и мопеды но у этих людей тоже должно быть разрешение а так на улице очень очень тихо перекресток в самом центре города вот как мы вышли друзья так стали ездить машины буквально пять минут назад на улицах не было вообще никого и было очень очень тихо вот например приехал мопед он развозит еду этот работник одного из ресторанов пришел в банкомат снимать деньги ну а так в принципе на улице кроме машин мопедов и каких-то таких одиноких прохожих никого нет вообще вот еще один мопед куда мы пакетчем это тоже видите человек который развозит что-то и айхан тоже не понял туристы они или нет а так видите на протяжении всей улице никого нет также разрешено гулять с животными на улицах вот кто-то вышел с собакой на прогулку во время комендантского часа распустились цветы кстати говорят что эти цветы нюхать нельзя потому что они ядовитые напишите в комментариях как называется это дерево очень красиво очень классно и сейчас наступает пора когда начинают распускаться все цветы а теперь друзья прислушайтесь тишина сейчас мы идем по направлению к красной башни такое ощущение как будто один в городе и проходишь какой-то квест но появляется появляется мотоциклисты и портят всю картину сейчас мы на набережной как только я включаю друзья камеру начинается движение машин едет такси еще к эта машина в общем показываю вам что что здесь на набережной ничего не происходит только ездят машины а так на набережной тишина сейчас спустимся вниз только вот одинокий мопед скорее всего что-то разводит комендантский час у нас продлится до 17 мая возможно еще продлят но это не точная информация поэтому спекулировать не будем точно до 17 мая до пяти часов утра завтра кстати разрешили рынке по всей алани поэтому пойдем покупать фрукты и овощи но кстати фрукты и овощи можно также спокойно купить и в близ лежащих магазинах где продают именно фрукты и овощи и сегодня мы кстати купили очень вкусную клубнику по цене 15 лир огромная такая большая прямо очень вкусно поэтому сидим дома работаем я не выходила на улицу наверное с прошлой субботы я не выходила на улицу до с прошлой субботы я не была на улице представляете практически пять или шесть дней делали мы один проект поэтому я только работала спала и ела но сегодня мы его завершили общем все классно поэтому на этих вода выходных отдохну и на следующий день недели опять плотные рабочие мы уже около красной башни и друзья такое спокойное море я не видела давно особенно около крепости помните я вам всегда показывала огромные волны как они бьются стены крепости а сейчас очень-очень спокойное море ну в темноте конечно плохо видно но покажу вам как есть мы уже прямо на самой набережной и как видите корабли стоят но на кораблях нет даже никакого освещения подсветки потому что смысла нет в этом потому что никого нет а вспомните как было раньше набережная лани летом это была одна сплошная дискотека где было много огней и музыки и очень много много народа но сейчас вот так вот пустынно друзья сегодня у нас 8 мая мы приехали в офис привет приехали в офис и сегодня 8 мая по всей турции разрешили рынки в том числе во всех районах алани и сейчас мы сходим с вами на пятничный рынок и кстати далее поедем по делам редакции в махмут лар здесь лежит такой красивый код сейчас вам его тоже покажу смотрите какой красивый черный код как тебя зовут красавчик в общем как вы видите магазины все закрыты разрешено работать только маркетом и и только рестораном на вынос все остальное у нас закрыто но и рынок работает сегодня с десяти до пяти разрешили рынке открыть мы уже все купили если вы хотите посмотреть видео о ценах на рынке в описании к этому видео смотрите цены в принципе не поменялись с прошлого раза сейчас мы быстро пройдем сквозь рынок потому что очень много народу и далее уже отправимся в махмут лад цены кстати появились арбузы арбузы 8 лир персики и нектарины тоже появились мы их еще не покупали потому что персики и нектарины по 20 лет а купили мы клубнику в общем вот такой вот небольшой сегодня рынок потому что все стоят соблюдением социальной дистанции народ закупается потому что у нас карантин продолжается до 17 мая вот так вот на улицах сегодня людно много машин но буквально через час здесь уже никого не будет друзья мы уже в махмут лари специально заехали на центральную улицу потому что здесь сегодня тоже рынок и хочу вам показать что происходит в городе есть ли люди на улицах сейчас все как раз идут с рынка или на рынок буквально через полчаса закроется и рынок и магазины вот например кто-то закупился на целую неделю до конца карантина и едет домой только что посреди махмут лара нас остановили жандармы для проверки документов и наших разрешений для того чтобы выходить на улицу необходимо разрешение она у нас есть близко показывать не буду потому что там мои данные и также конечно же необходимо ваше удостоверение личности вот это турецкое удостоверение личности и необходимо карта прессы вот такая вот карта пресс карта у меня тоже есть и так же жандарм проверил не является ли наше разрешение для того чтобы передвигаться на транспортном средстве поддельным все в порядке разрешение мы получили официально потому что для того чтобы передвигаться по городу а тем более на своем транспортном средстве номер которого также нужно было регистрировать системе нужно было получать вот эти вот официальное разрешение сейчас мы едем дальше в самый конец махмут лара где у нас есть некое задание которое нам нужно выполнить и на данный момент я вижу что здесь махмут лари просто везде стройки посмотрите такого я не видела ну не то чтобы давно но махмут лари все прямо устраивается очень быстро и плотно мы сейчас едем и конечно же в этом видео я вам обязательно покажу пляж поэтому кто не подписан подписывайтесь у нас очень интересно мы уже спустились к морю что происходит на пляжах на пляжах есть туристы отдыхают загорают солнце кстати светит очень сильно прям греет очень классно и здесь кстати такой хороший пляж я очень люблю это пляжная кафе в самом конце махмут лар помимо того что здесь видны вот такие вот скалы на входе море прям рядом вы видите здесь очень плавный и песчаный вход в море еще один пляж друзья на который я хочу обязательно приехать летом очень чистая вода просто потрясающее в общем наслаждаемся морем и и и и и и и и Очень жарко. Моя шляпа на месте, кто по ней соскучился, но это пряжная шляпа, старая с прошлого года, то, что было в машине, новые забыла взять в офисе. В общем, друзья, вот такая вот у нас красота. Мы закончили все наши задания, все сняли, все, что необходимо, и сейчас возвращаемся обратно в офис. Вот такая, друзья, потрясающая у нас Аланья. О, здорово, здорово, и очень красиво. Море, и тут сразу же горы, резиденции. Кто любит море, может жить рядом с морем. Кто любит горы, может уехать далеко в горы и жить в горах. В общем, наслаждайся, не переставая. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх. Обязательно ставьте лайки этому видео, потому что это ваша благодарность тому, кто снимает и загружает на YouTube до вас видео. Спасибо вам большое. Будьте здоровы. Ну и, конечно же, как только будет возможно, приезжайте в Аланью и в прекрасную Турцию. И спасибо всем тем, кто пишет потрясающие, добрые, наполненные такой радостью и какими-то непередаваемыми ощущениями благодарности, комментарии. Спасибо вам большое. Это очень-очень для меня ценно и важно. Я желаю вам всего хорошего. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok